Учителя в Кентау жалуются на задержки заработной платы. Донара Абишева работает учителем истории уже 15 лет. Говорит, с такой проблемой столкнулась впервые. В августе всем должны были начислить средства, но не дали. Подошло время новой получки, а денег всё нет. Когда мне нужно было готовить ребёнка в школу, но денег не было. Для того, чтобы оплатить, например, кредит, мне пришлось занимать, идти в ломбард, закладывать свои золотые изделия. Почему такое происходит? Именно только в Туркестанской области. Все области уже получили эту заработную плату, уже даже получают за сентябрь. Педагоги говорят, с этой проблемой столкнулись все преподаватели школ Туркестанской области. По их словам, они обращались в Министерство просвещения, прокуратуру и облано, но всё безрезультатно. У нас нет дополнительного заработка. Мы живём от зарплаты до зарплаты, поэтому нам очень трудно стало уже. Даже некоторые у нас учителя, у них кредиты, они плачут, говорят, пеня идёт. Оказалось, всё дело в том, что областное управление развития человеческого потенциала меняет своё название на управление образования. Из-за этого многие документы и печати пришлось поменять. Только после этого казначейство смогло предоставить код для перевода средств на счета педагогов. Нам вчера пришёл код, с помощью которого мы можем выплатить зарплату. У нас имеется 23 школы. Сельские школы уже получили зарплату, так как у них централизованная бухгалтерия. У тех школ, где подушевое финансирование, чуть позже. Сегодня до вечера зарплату всем дадут. Буквально недавно нам позвонили учителя города Кентау и сообщили, что после приезда нашей съёмочной группы их проблема решилась. И им выдали зарплату. Как дела обстоят в других регионах области, пока неизвестно.